Вести ФМ. Москва. 97,6. Санкт-Петербург. 89,3. Формула смысла. С Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян. 10 часов 9 минут в Москве. Всем доброе утро, кто слушает Вести ФМ. Мы продолжаем свою работу. Дмитрий Леков, писатель, публицист у нас в гостях. Здравствуйте. Дима, привет. Доброе утро. Да, поздоровавшись, обменялись фотографиями наших котов. Да, да, да. У тебя объяснится, у меня сфинксы. Ну, хорошо. Братья наши меньшие. Эта тема важная. Я думал про украинцы. Есть еще не братья, которые сами себя так назвали. Как-то, я так понимаю, им там совсем грустно стало. Особенно в свете того, что турецкий поток доведен до границы с Турцией. Да, до экономической зоны. Нет, ну здесь, понимаешь, здесь вообще смешная история. Здесь же кто на что учился, что называется. Там для них значительно более грустная новость приходит еще из других источников. И вот я так издалека найду, перейду к газу. Если мне склевроз не изменяет, то в субботу Дмитрий Анатольевич Медведев подписал соглашение о расширении Каспийской инфраструктуры портовой. И там будет доведено до 7 миллионов экспортных возможностей, то есть 7 миллионов тонн зерна. Плюс еще перевалка. То есть очень серьезная перевалка. К чему я это говорю? Сейчас возникают, ну это вообще так, в общих рамках геополитики, замечательная игра, которая сейчас уже оформилась. Есть китайский коридор, как мы знаем, по шелковому пути, да, который идет очень интересно. Восточный вариант идет через Казахстан, ну это из восточных районов Китая. Все время, когда говорят, что вот русские там профукали этот маршрут, ну извините, надо представлять себе Китай на карте, да, и вот как из восточных регионов Китая везти к нам на Дальний Восток, а потом уже везти по нашей территории. Ну это смешно. Естественно, там надо через Казахстан везти шелковый путь. Так вот, он идет через Среднюю Азию, через Казахстан. Там разделяется. Часть идет южный маршрут на Иран самый, средний вот сейчас на Баку, откуда что самое интересное, до него мы дойдем. Северный маршрут идет через Оренбург, и автомобильный, и железнодорожный, он понятен. И через Россию идет частично через Белоруссию и Польшу с железнодорожным путем, частично через Полтуевые порты Балтики. Но еще веселее сейчас, почему о Каспии заговорили. Дело в том, что сейчас начинается другой еще транспортный коридор, замечательный. Это север-юг. Север-юг из Мумбаи, который в девичестве Бомбей, крупнейший индийский порт, через Иран, через Азербайджан и до Санкт-Петербурга. Так вот, кто на что учился. Замечательная украинская территория этими транспортными коридорами не учитывается от слова «никак». Причем это не злые русские, это прагматичные европейцы и, по крайней мере, прагматичные китайцы, иранцы, индусы, которые понимают, что вот заводить туда, а ты пойми, Украина в советские времена, и главное ее конкурентное преимущество на всех рынках было не то, что там хорошая промышленность, она была действительно отличная, отличная чернозема, но не в этом дело. Это был крупнейший советский логистический и транспортный узел. И основные деньги были там. Потому что там самая протяженная железнодорожная сеть, если мне сказать, рост не изменяет, опять-таки 22 тысячи километров, была отличная автодорожная сеть, порты, Одесса, плюс там частично Крымский, но Крымский в меньшей степени, потому что там военка, но Одесса и так далее, глубоководный порт, порта Франко, город. Вот это все, к сожалению, из украинской экономики ушло. Поэтому новость о Каспийской портовой инфраструктуре, она актуальна, а новости об украинской, любой транспортной и логистической инфраструктуре не актуальны. Так вот, газовые потоки, это только вишенка на торте. То есть Украина теряет русский и восточный транзит. Уже потеряла. Вот по факту уже потеряла, потому что никто не будет заново вкладываться в инфраструктуру, в порты, когда уже вложились. То есть Новороссийск, порт Кавказ, Темрюк, Балтийские порты, железнодорожные. Сейчас с Красной начинает строиться Берлин, Китай через Польшу, Белоруссию, Москву, Санкт-Петербург. Вот Москва, Казань, это же участок вот этой вот будущей трассы. И, соответственно, вот это вот, вот это все мимо. То есть, что получается, чем бы не закончилось вооруженное противостояние гражданской войны на Украине, чем бы не закончилась политическая история Украины, экономически Украины на карте Европы больше нет. Есть провинциальная глубоко территория, которая должна самовоспроизводиться за счет там чего-то. Ну, в общем, кабанчик, село, горилка. Все, как мечтали, хуторок. Ну, этнографический заповедник. В этом смысле ведь Прибалтика прошла весь этот путь. Ну, нет, Прибалтика еще не прошла его до конца. Там население... Ну, они уже начали догадывать. Да, нет, до них медленно доходит, до украинцев, как выясняется, еще медленнее. У них в Прибалтике по 10% в год населения сокращается. О чем тут говорить? Вот если говорить объективно, это не все учитывается, потому что люди выезжают, они числятся проживающими в Латвии, да, там, допустим, а живут они уже давно. На Западе, в России очень многие, очень многие уезжают. И там, если так говорить объективно, по 10% населения в год сокращается. Ну, если вы считаете это экономическим завоеванием, вхождение в Евросоюз, да, то, извините, паровоз вам навстречу, по-другому не скажешь. Порты стоят, потому что Балтийская портовая инфраструктура построена. Это медленные процессы, понимаешь, это такая игра в долгу. Но они не верили в то, что мы способны будем транзит переключить. Но вот 5 лет прошло, почти еще там осталось. Причем, да, без шума, без сенсации, без всего. Там, в Прибалтике уже собираются частично железнодорожные пути разбирать. Интересно, вот ты упомянул, как связано, и сегодня мы с Дмитрием Нестафимой обсуждали, это единство управленческого пространства, экономического, политического, военного. Вот интересно то, что ты упомянул один из коридоров Шелкового пути, который Белоруссия-Польша. Вот интересно то, что происходит между поляками и украинцами сейчас. Конфликт разгорается. Более того, внутри Польши пошло позиционирование, что если вы думаете, что мы все испортим с Россией окончательно ради вас, то вы глубоко ошиваетесь. Понимаешь, польский эстеблишмент, он еще хуже современного украинского, если говорить так, по большому счету. Отличный народ поляки, кстати. Очень трудолюбивый. Они сумели единственное, кто в Восточной Европе создать более-менее внятную экономику. Красивый народ. Сильный очень народ, потому что так противостоять вот этому европейскому давлению с беженцами, совсем это, ну, объективно, мало кто может. Но у них проблема в том, что их эстеблишмент, что советский, что досоветский, что нынешний, он имеет исчезающее малое отношение к польскому народу. Он продажен еще больше, чем украинский эстеблишмент, хотя это вообще представить себе непросто. Вот если ты посмотришь на польских политологов, политиков и так далее, они под англосаксами лежат исторически. Вот извини, пожалуйста, их предали во Вторую мировую войну, объективно предали, потому что Франция и Англия должны были вступить в войну. Кого они в этом обвиняют? Нас. Что мы их с немцами поделили. Хотя там, конечно, история, то их, объективно, их просто предали. Их просто бросили Гитлеру под ноги. И от нас ничего другого ожидать было невозможно. У нас пакт о ненападении. И мы, кстати, вступили на территорию Польши только тогда, когда уже польское правительство в Румынии было. А вот англичане и французы, которые им обещали до последнего, помощь, поддержку, новая Антанта и так далее, ну, они просто их вот так как слили. И об этом молчок, об этом тишина. Что касается всем отношений Польши и Украины, ну, они исторически достаточно забавны. Они, в общем, слово быдло имеет польское происхождение и вполне конкретное значение – это православный малорос, холоп. Они же католики. И в этом, опять-таки, в этом нет ничего дурного, но они себя ощущают на фронтире католического мира и православного. И для них православный – это потенциально угнетаемый человек на генетическом уровне. Потому что, ну, Польша – это вообще страна шляхты, да? Где там каждый... Почему, говорят, шляхтич не показывает спины никому, да? Потому что задница голая. Вот там они бедные, могут быть нищие, но шляхетский гонор, там у вот этого, как раз у правящей верхушки, он всегда был. И для... Ну, а если у тебя вот такое отношение к жизни, то тебе надо кого-то поугнетать. Обязательно. Им дай волю. Ты же помнишь, это замечательная мечта Пилсудского, написать на Кремле здесь больше не говорят по-русски, на московском. Ну, это же официально. Для них они как раз... Поляки как раз прекрасно понимают, в отличие от украинцев, что украинцы – это русские. У них есть возможность поугнетать русских хотя бы на территории Украины. Они этим и занимаются. В общем, это такая уже, это генетический код уже. Ну, культурно-генетический. Культурно-генетический, конечно, да, да. С генетическим нам сложнее. Да нет, ну, мы же все понимаем. Культурно-исторический. Культурно-исторический, да. Но, нет, естественно, вопрос здесь не в крови. Вопрос здесь не в крови. Дело в том, что очень прилично, тут вот скорее вопрос конфессиональный, потому что, ну, очень прилично, например, часть поляков в 19 веке перешла в православие, и, кстати, были достаточно верными слугами царю и отечеству, и воевали, и погибали. — Ну, кстати, интересно, ты Пилсудского упомянул, между прочим, не знаю, ты знаешь или нет, что Пилсудский и Дзержинский в одной гимназии учились с нахождениями несколько лет, примерно так же, как Кириллский и Ульянов. — Ну, вот это еще один момент с малыми народами, они себя чувствовали, конечно, угнетенными, дело в том, что это вот не только евреи в Российской империи себя чувствовали угнетенными, но и другие малые народы, включая поляков, и вот, в общем, такое количество революционеров объясняется именно этим, ну, прилетело. — Кстати, вот мы с тобой собирались еще об уроках октября поговорить, допустим, исторических, это же вообще очень забавно, на самом деле, я вот писал об этом, извини, есть три урока октября, очень жесткие, один из которых наша власть, слава богу, усвоила, усвоила очень здорово. — Урок такой, простой. Была гражданская война, страшная при большевиках, да, вот, когда большевики приходили к власти, в которой погибло от восьми до десяти, по разным данным, миллионов человек. Когда брат шел на брата, когда вот обвиняют в том, что большевики ее развязали, ну, не знаю, там, большевики нет, но большевики в ней победили. По факту, вот, история, она такая штука, когда, если ты победил, ты прав. — Есть результат, да. — Так вот, в революции 91-го года мы обошлись без гражданской войны, слава богу. Но при этом за десятилетия нулевых мы, Российская Федерация, то есть только коронные земли без национальных окраин, потеряли 13 миллионов человек. Это тот страшный урок, который нынешней российской властью, слава богу, усвоен. Потому что для нашей страны лучше даже кривая, косая, неправедная, но власть, чем без власти, любое. С самыми благими пожеланиями, как частично, я думаю, люди думали в 90-х, что там не все только воровать во власть шли, там мы пытались какие-то демократические принципы установить. Но при этом мы потеряли 13 миллионов человек, то есть больше, чем в гражданскую войну. Вот это первый урок. Второй урок очень интересный. Вот я боюсь, он не совсем все-таки усвоен. Почему так легко рухнула империя романовская? Там много причин. Но одна из таких ключевых. Дело в том, что в какой-то момент власть осталась в обе с обществом один на один. Начиная с правления Александра Второго, власть старательно покупала, подкупала свою либеральную, скажем так, западническую оппозицию. И била по головушкам своим союзникам. Консервативным, правым. Мы все прекрасно помним историю с Столыпиным. Как его оболгали, что из него сделали. Мы там не берем уж союз русского народа и так далее и тому подобное. Даже со Столыпиным. Столыпинские вагоны, Столыпинские галстуки. При этом, скажем так, с либеральной оппозицией заигрывала усиленно, вылизывала, прощала многое, включая убийство губернаторов, включая бунты. И, кстати, включая большевиков. Вот в какой-то момент доигралась власть, дозаигрывалась. И, оттолкнув от себя всех своих потенциальных консервативных союзников, осталось один на один вот с этой вот, простите, шоблой. Вот, ну, жила была девочка сама, дура и виновата. И третий урок. Любая революция. И вот это тоже очень важный урок. Я не знаю, вроде бы его усваивает власть, но дай бы бог. Любая революция заканчивается постреволюционным периодом и термидором. Это наша революция, это французская революция, это британская революция, там, Кромвелевские и все прочие дела. Не потому, что революция – это свинья, которая пожирает своих детей, как говорили французы. А потому, что эти прекрасные люди, которые делают революцию, они не способны к созиданию. То есть, они по ментальному плану, они разрушители. Строить, ну, в большинстве своем они не могут. И так или иначе, государству, народу, если они элементарно хотят жить, нужно зачищать этих ребят. Зачищать. Можно в большей степени кровавого, в меньшей степени кровавого, как англичане в менее кровавого это сделали. Я надеюсь, что мы сейчас... Как у нас в 37-м. Это же тот же самый термидор, когда зачистка вот этих вот замечательных плавенных революционеров и их идейных духовных наследников, в нашем случае троцкисты, больше части, которых оставлять у власти просто нельзя, иначе просто страна развалится, к чертовой матери. Сейчас вроде как без крови, может быть, получится их зачистить. Но зачищать и максимально отдалять от власти вот этих ребят необходимо. Не бывает системных разрушителей. Мы сейчас говорим о системных либералах, да? Системных разрушителей не бывает. Неважно, коррумпированы они, работают на своих хозяев или даже на Америку, допустим. Не в этом дело. Просто они фанатики, как правило. Неважно, чего. Фанатики революции, фанатики финансового монетаризма, фанатики каких-то вот таких абстрактных прав человека, во имя которых можно человека убивать и сокращать население страны. Но их нужно... Вот не надо их сажать, не надо их отправлять по лагерям. Вот здесь Владимир Владимирович абсолютно согласен. Они часть народа, и нас слишком мало осталось, нашего народа. Вот максимально отстранить от любых структур власти, это необходимо. Как? Не знаю. Вот на то он Путин, голова у него большая, пусть думает. Да, согласен. Ровно согласен с тем акцентом, который ты поставил дополнительно. Вот, потому что, ну, нельзя воспроизвести всегда одну и ту же методу. Это вот постоянные мои дискуссии, там, про 37-й год и все такое прочее. Почему я говорю, что... Ну, дорогие друзья, 37-й год был в обстоятельствах 37-го года. Естественно. И тех вызовов, которые там были, и тех инструментов, которые там были. При этом нужно понимать там, что 37-й год, это, безусловно, трагедия. Трагедия страшная. Которая выражается в том, что мы не нашли тогда никакого другого выхода, да, кроме этого. Не нашли. Можно было найти, нельзя было. Я сейчас это не обсуждаю. Я боюсь, вот в той ситуации, я так занимался периодом, занимался экономикой. Вот про экономику. Мы с тобой в этом смысле параллельно всегда смотрим. Потому что нужно же понимать, что кроме термидора и вопроса о власти, о которой ты сказал только что, да, был еще вопрос экономического хозяйственного строительства. Конечно, а эти люди не способны к нему принципиально. Управленческие. Конечно. А это с точки зрения ресурса. Потому что точно мы должны с тобой признать, ну я, по крайней мере, это признаю, это твое право признавать или нет. Я, по крайней мере, это признаю, что единственным ресурсом рывка был режим сверхэксплуатации. Я немножко с тобой поспорю здесь. Ну так, энтузиазма и сверхэксплуатации. Вопрос с трудовыми резервами был решен во время коллективизации. Она во многом ради этого и производилась. Не, мы можем, конечно, сказать, что мы не такие. Мы, как англичане, не сгоняли там типа крестьян. Не, только... Сгоняли так же, как англичане. В чистом виде другое дело, что мы... Формировали дешевый труд. Не совсем так. Бесплатный совершенно. Не совсем так. Кстати, вот здесь надо отдать должное товарищу Сталину о простом человеке, в отличие от более-менее элитных людей. Он заботился очень крепко. И он наставил, я с огромным удовольствием, помню его выступление, его большая статья перед 19-м вроде бы съездом, о том, что наша задача в ближайшее время должна быть достигнута четырехчасовой рабочий день. И он объясняет, почему. Потому что человек, вот пролетарий, да, он должен развиваться. Он должен ходить в кружки, в секции. Это не значит, что он все остальное время должен бухать и болтаться. Но у него должно быть время на... Потому что он прекрасно понимал, что вот в отличие от наших, извините, образованцев нынешних, он прекрасно понимал, что в танке должны сидеть образованные люди. Если ехать завоевывать Европу на танках, да, там должен быть образованный солдат, образованный офицер. У нас это... Мы строим универсальных потребителей. А кто у нас в танках сидеть будет, наше министерство образования, к сожалению, но, может быть, нынешнее задумывается. Предыдущие точно не думали. Предыдущие, но другие были приоритеты. Ну, да. Поэтому чего тут, собственно... Ну, да. Вот, но про четырехчасовой рабочий день это тоже же такое. Понятно. Смотри, в идеологии и в догматике понятно. Потому что, извините, что сказал Маркс про коммунизм. Я тебя, извини, перебью. Да, про коммунизм. Ты блестящий кинопродюсер, мы с тобой не раз об этом говорили. Здесь иногда... Дело в том, что у нас, я вот говорю, все время самое большое переписывание. Я нисколько не сталинист. Я считаю это время страшным. Оно великое, но оно страшное. То есть, о чем идет речь? Это репрессии были. Были. Отрицать их глупо, глупо и подло по отношению к своему собственному народу. Безусловно. Но при этом это не было только временем репрессии. Это не была страна репрессии. Это была страна мечтателей, страна ученых. Помнишь песенку? Да. А теперь вспомни все фильмы, которые абсолютно нормально воспринимались советским зрителям тех времен. И посмотри. Любой инженер обязательно домодомработница. Он, начиная с подкидыша, там, инженер Карасик во вратаре республики. Это воспринимается народом абсолютно нормально. Это же народ смотрит это кино, кино массовое искусство.